приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том какие деревья нельзя сажать возле дома и почему наши предки именно эти деревья не сажали для того чтобы не привлечь беды и проблемы а также финансовые трудности в нашу жизнь поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и сделайте определенные выводы а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кому эта информация действительно будет полезна и важно итак какие деревья нельзя сажать возле дома деревья растущие рядом с домом помогают нам людям успокаивать свои нервы чувствовать поддержку самой природы вот только не все растения деревья подходят для соседства с людьми и чтобы избежать неприятностей давайте вместе с вами прислушаемся к народным приметам суевериям и традициям наши предки всегда жили в гармонии с природой поэтому достаточно хорошо знали какие растения будут уместны рядом с домом какой бы участок вы бы не собирались а благода облагородить пространство вокруг частного коттеджа дачи или же придомовую территорию многоэтажного дома нужно знать точно какие из деревьев вам точно не навредят и мы составили для вас список растений которые отрицательно к сожалению влияет на людей и их лучше не сажать возле жилых домов в целом все деревья растения можно разделить на два типа те что привлекают счастья благополучия и что отнимает удачу благополучия достаток и те кто у нас из деревьев растений отнимает все то что нам в изобилие в достаток принято называть энергетическими вампирами почему потому что они способны тянуть жизненные силы из людей тем самым лишая их радости и возможности построить счастливую жизнь конечно же таких деревьев много и увидеть их можно как раз у жилых домов чьи хозяева даже не догадываются о грозящей им опасности и так что это у нас за деревья во-первых это дуб дуб это дерево мудрости и долголетия который прекрасно смотрится на опушке леса или в дубовой роще или куда часто ходят люди поразмышлять о своей жизни и прийти например какому-то решению но а возле дома это могущественное дерево сажать не стоит по нескольким причинам почему потому что во первых дерево забирает здоровье мужчин начиная с главы семьи дуб заглушает энергетику мужчин и они попросту уходят из семьи не выдержав молчаливой конкуренции дерево поэтому подумайте 10 раз перед тем как вы решите посадить дуб возле своего дома следующее дерево это береза береза обладает защитными свойствами и качествами но сажать его в пределах своего участка наши предки не осмеливались энергетика этого изящного растения способна помочь одиноким сердцам утолить сердечную боль несмотря на это по народной примете в кронах красивых берез обитают духе которые не жалуют людей и могут им всячески навредить поэтому березку лучше посадить подальше от дома для того чтобы издалека любоваться сочной зеленью поэтому вы номера наблюдали что обычно березку садят в парках где-то в посадках но никогда вы не увидите как таково березы чтобы садили именно возле дома следующее это грецкий орех дерево по сама по себе обладает нейтральной энергетикой однако в простонародье его считали разрушителем семейного счастья и самой простой причиной вы можете назвать мощную корневую систему дерево которая способна разрушить фундамент дома также обращая ваше внимание у тех у кого растет грецкий орех больше то сильно его энергетика настолько велика что возле грецкого ореха больше не может расти ни одно дерево так что подумайте следующее растение дерево которое не нужно сажать возле дома это верба несмотря на то что вербу используют в православных обрядах она к сожалению обладает неблагоприятной энергетикой по поверьям тем кто посадит возле дома вербу грозят грозит беда в тот же год по тем же причинам возле дома никогда не сажали и вы и осины которые как считается губят живую энергетику и выживают людей следующее это тополь знаете тополь это дерево которое славится своей способностью прогонять любое зло но сажать его с возле дома опасаются по двум причинам древесина у тополя хрупкая поэтому дерево может сильно навредить дому упав на него во время например сильного ветра и вторая причина это большая вероятность перенасыщение негативом который тополь будет перенаправлять ваш дом сосна знаете сосна она считается вообще полезным деревом и считается полезным деревом еще с незапамятных времен ведь сосновая хвоя это отличное средство в борьбе со многими заболеваниями а вот эфирные масла которые выделяются ею служат профилактикой болезней тем не менее наши предки полагали что сосна мне место рядом с домами и главной причиной отказа от посадки сосны является огромная тень которая не позволяет растить полезные овощи кроме того кроме того сосна не дает перегноя который необходим так для садов и огородов следующее растение дерево это туя с одной стороны туя это декоративное растение которое сейчас достаточно сильно набирает популярность и часто его используют в дизайне ландшафта несмотря на свою эффективность и красоту наши предки старались обходиться без этого растения на своих участках все дело в том что по народной примете туя отваживает женихов и не позволяет молодым девушкам найти свое счастье также обращаем ваше внимание что многие комнатные цветы также не подходят для дома потому что они крадут счастье и провоцируют скандалы в семье поэтому их место только общественная организация предприятия где есть большие пространства офисных помещений где людей слишком много и растения просто не могут навредить такому большому количеству народа поэтому пожалуйста выбирайте растение с умом чтобы ваш дом был действительно настоящей крепостью и самым комфортным местом где можно восстановить силы после напряженного дня но мы вам всем желаем счастья удачи и благополучия